Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха информационного агентства. Рад приветствовать вас, Егор Афанасьевич, в Республиканском медиа-центре. Здравствуйте. Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей, на вопросы жителей республики в рамках проекта «Главный вопрос». На этот выпуск у нас поступило около 60 вопросов. По традиции наша экспертная группа отобрала наиболее интересные из них, которые были размещены на портале ЯСИА для голосования. Сегодня я прошу вас ответить на те вопросы, за которые проголосовало наибольшее число читателей. Первый вопрос о хлебе насущном. Нам задает его читательница Валентина из Верхневилюйского Улуса. Как можно решить вопрос обеспечения хлебобулочными изделиями сельчан? В частности, в селе Мэйик Верхневилюйского Улуса с 2013 года по сей день не работает пекарня. Житель вынужден обеспечивать свои семьи хлебом, привозя его из центра Улуса или из соседнего села Анхой. Думаю, что на сегодняшний день это одна из самых острых проблем для многодетных семей и для малообеспеченных граждан. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию? Как людям быть? Ну, я, честно говоря, не ожидал, потому что сегодня рынок сам по себе по хлебопечени, по кондитерским изделиям в республике как бы уже определился. Да, в начале 90-х годов, в середине 90-х годов проблемы хлебопечени, с учетом того, что крупные пекарны стали убыточными и достаточно сложно стало завозом, тогда в то время проблемы возникали. Потом более предприимчивые люди, которые понимали, что надо искать бизнес, производство, получать какую-то определенную прибыль. Они начали задумываться над различными направлениями по бизнесу. И вот хлебопечень, она как бы стала одним из таких выгодных бизнесов, особенно в сельской местности. Поэтому во многих, и в северных регионах, где очень сложно было этот вопрос решать, и в Центральной Якутии, и в Белийской группе районов, малый и средний бизнес, это проблемы, в принципе, решили. Поэтому сегодня возникает вопрос только в том, что кто из предпринимателей возьмется за меек. То есть мы понимаем, что производство, особенно тех продуктов питания, которые можно было сделать своими силами в Якутии, не завозясь вне республики, то таким является, например, вот хлебопечень. Поэтому я думаю, здесь мы разберемся, хотя я уже предварительно об этом мееке знаю, там есть такой индивидуальный предприниматель Шараборин, который собирается этим делом заниматься. Я думаю, что мы сделаем, чтобы непосредственно улосное руководство поддержало на начальном этапе, и этот бизнес повелся и в мееке. Потому что там речь идет не только о хлебопеченье, потому что бывают праздники, бывают такие потребности для детей, кондитерские, сладости и так далее. Может любой производитель этим заниматься, сегодня никаких ограничений нет. Или соседние, если близко есть населенные пункты, могут они расширять свой бизнес и занять этим мееком. Поэтому я думаю, что здесь зависит прежде всего от отношений самого малого бизнеса. От инициативы? Да, как инициативы, как заинтересованность, как рынка, потому что целый поселок, хотя и маленький, но все равно село стоит, не занято рынком по поставке хлеба. Сегодня все стремятся, даже в столице республики, где можно было говорить, что хлебокомбинат один мог бы обеспечивать хлебом, но везде и всюду есть под девизом свежий хлеб, еще какой-то хлеб, и появляется мини-пекарня, конкурируют с хлебокомбинатом, и продукция становится лучше, и качество лучше становится. И по цене конкуренции. Поэтому я думаю, здесь в принципе проблемы в ближайшее время снимутся. Спасибо, Игорь Афанасьевич. Практически каждый выпуск проекта «Главный вопрос» к нам поступают в вопросы, касающиеся деятельности компании «Алроса». В этот раз к нам поступил вопрос от Василия, жителя Якутии. Он задает вопрос, как обстоят дела в алмазно-гранильной отрасли Якутии сегодня. И продолжая тему, он спрашивает, для чего «Алроса» приобретает государственное предприятие по огранке «Кристалл». Как это может сказаться на якутских огранщиках? И выгодно ли это республике? Мы недавно, перед 1 мая 28 апреля, рассмотрели на заседании наблюдательного совета этот вопрос. И как акционер Якутия поддержала продажу «Смоленского кристалла» компанией «Алроса». Это была инициатива уже другого акционера, правительства Российской Федерации. И мы понимаем, что сегодня в Российской Федерации гранильную промышленность надо поддержать и спасать. А почему? Потому что в последние годы из-за определенных требований федерального законодательства гранильное производство по большому счету становилось нерентабельным. Именно с учетом налоговых платежей, пошлин и так далее на границе. С результатом отрицательным ведущее предприятие Российской Федерации «Кристалл» каждый год создавало определенные проблемы. Поэтому мы тогда и в те времена призывали, чтобы «Алроса» была заинтересована в развитии отечественной гранилиной промышленности. Потому что Якутия имеет свои предприятия в этом плане. И, конечно, просто с участием отечественного инвестора решать эту проблему только собственными силами становилось сложнее. Поэтому во многом предприятии гранилиным, в том числе в нашей республике, присутствует участие иностранный инвестор. Потому что все-таки это давало возможность выживать этим предприятием. По итогам 2017 года, впервые за последние 5-6 лет, все-таки у нас показатели и по гранильной промышленности, и по ювелирной промышленности. Более 2 миллиардов рублей наши ювелиры. Это все-таки местные производства, это все-таки наши талантливые люди, организаторы производства. Они делали все возможное, чтобы производство не сокращать, насколько возможно наращивать. Наши научились выходить на рынки, наши научились все-таки делать эксклюзивные товары. Это очень важный момент, и это надо поддерживать. Поэтому мы сегодня пошли навстречу этому предложению, и «Кристалл» будет теперь уже работать под непосредственным, ну скажем, обеспечением, непосредственным руководством компании «Ларос». И я, конечно, имел в виду в этом плане и будущее гранильное промышленности нашей республики, потому что отношение к гранильным предприятиям Российской Федерации должно быть одинаковое. С этой точки зрения, я думаю, что в перспективе мы найдем определенные возможности поддержки «Лароса» и тем предприятиям, которые будут на территории. А на прибыльности «Лароса» это как-то скажется? То есть, соответственно, республика через дивиденды сможет... то такая возможность появится. Понятно. Спасибо. Егор Афанасьевич, мы нередко слышим мнение от простых людей и от известных политиков. Он звучит как риторический вопрос. Почему республика – один из богатейших природными ресурсами регионов страны, а население живет не так богато, как хотелось бы? Есть определенное ошибочное мнение о том, что если мы живем на богатой территории, не богатой, скажем, конкретного человека, а именно на богатой территории, где есть полезные ископаемые. У нас это в этом плане абсолютно справедливо все говорят о том, что мы богатая республика, имеется в виду алмазы, нефть, золото, газ, все вроде есть. Но таких территорий в мире много. Вот возьмите Африку. Там тоже очень много нефти, газа, но эти страны, которые владеют такими же богатствами, живут очень бедно. Вы, наверное, знаете, там условия намного лучше, чем у нас, там самые теплые места, там затраты на коммунальное хозяйство нету, живут там намного беднее, чем мы. А в чем причина? Почему так? Ну, есть определенные страны, которые стали жить, ну, наши люди, наша политика особенно, начинают там говорить, что вот в Дубаях, в Эмиратах, там жители примерно, коренных жителей в Эмиратах примерно столько, сколько в Якутии живет. Но при этом 10 миллионов человек приехали и осваивают эту территорию нефтяные месторождения, газовые месторождения, и добывают это очень много объемов, одни из передовых в мире объемов этого богатства. И, конечно, создают определенную налоговую базу для этой страны, и она с этой точки зрения, бюджет и так далее, как давно начавшие этот... Смотрите, около миллиона коренных народов, и при этом 9 миллионов человек приехали и осваивают эти Эмираты. Можно сказать, гастарбайтеры. Да, гастарбайтеры. В основном, это индусы. Да. И они создали такую страну, где, конечно, бюджет достаточно набрал обороты. Вот примерно у нас то же самое должно происходить. То есть мы должны сегодня, это богатство, которое под ногами нашими лежат, они должны быть добыты. Они должны быть добыты определенными меньшими затратами, чтобы получить прибыль, получить налоги. И они должны быть на рынках проданы. Тогда доходы получают бюджет, и, конечно, мы должны... Вот это вот должны богатить. Вот это направление мы сейчас выдерживаем. Но о нашей политике... Мы живем богатые республики, бедные, но при этом запрещаем газ добывать, запрещаем мебд добывать, запрещаем это добывать, а в России плохо, и там плохо. В этом случае как мы будем богатить? Вот поэтому все-таки мы должны в пределах разумного, в пределах с учетом будущих дел, должны все-таки рассчитать, видеть свои объемы, насколько мы должны сегодня извлечь этого богатства, продать и получить доходы, и развиваться. И нынешним поколениям. Да, и при этом с расчетом, чтобы доставалось не нынешним поколениям, доставалось и будущим поколениям. Но с другой стороны, есть такие полезные ископаемые, которые через определенное время потеряют свой смысл. Но многие говорят, что скоро нефть не нужен будет. Скоро говорят, что уголь не нужен будет. Вот все это мы должны рассчитать, все это должны мы видеть. Вот, например, по алмазам, сейчас уже начинаем беспокоиться о том, что компания Лавроса начинает думать, как будет с синтетическими алмазами. Потому что в перспективе все-таки появляется определенная сложность замены природных алмазов на синтетические алмазы. Тогда добыча алмазов может сократиться или вообще потребность исчезнуть. Ну, это я просто как бы утриживаю, но может и такие вещи появляться. В этом случае с алмазами что будет в будущем? С этими полезными ископаемыми они будут работать для республики? Нет. Вот все это мы в совокупности должны анализировать. И исходя из этого формируются стратегические задачи, стратегические направления, исследования, разработки. Вот мы стратегические задачи свои до 2030 года уже знаем. Мы уже видим горизонты до 2050 года в нашей республике. Что должно происходить, как мы должны развиваться и так далее. И как мы должны становиться богаче, как мы должны повышать доходы людей. Вот эти главные цели, которые мы определили, они и есть. Поэтому в одно прекрасное утро, проснувшись, богатые республики под ногами, становиться богатым человеком достаточно... то есть нас спасет. Мы станем богатыми в том случае, если своим трудом, своим умом в условиях рыночной экономики будем заниматься производством, тогда будем богатыми. И другого пути нет. Поэтому, уважаемые Татьяна и земляки, вот над этим надо всем задуматься. – Спасибо. Вы частично уже ответили на заключительный вопрос, который бы я предложил вам для ответа сегодня. Он такого философского, стратегического видения плана. Задает его Михаил Михайлович, житель республики. Какой должна быть национальная идея республики Саха-Якутия? К чему нужно стремиться людям? И к кем вы видите народ Саха через 50 лет? – Национальную идею или нашу, якутскую идею, консолидирующую всех, найти достаточно сложно. Мы можем любую тему поднять и сказать, вот вопросы патриотизма, вопросы достойной жизни, вопросы перспективных, конкретных целей и задач, которые можем объявить, как это национальная идея, это есть. Это очень сложный вопрос. У нас миллион человек, и мы должны такую идею дать, чтобы каждый человек зарядился этой идеей. И, конечно, но прежде всего, наверное, будет связано с тем уровнем жизни, который мы должны достигнуть. Конечно, каждый человек, рождаясь на этой земле, имеет право быть обеспеченным достойной жизнью, счастливым, и обеспеченным, и долго живущим человеком. С этой точки зрения, конечно, мы можем вот это именно консолидирующие на более далекие цели и задачи, скажем, идеи бросить. Это можно делать. Это мы должны делать. Но как это делается, как это достигается, это достаточно такой вопрос, над которым многие думают. Я, например, когда свой образ жизни веду, когда я для себя какие-то цели и задачи ставлю, то, конечно, я для себя прежде всего понимаю, каждый человек должен быть ответственным за свою судьбу, каждый человек должен быть ответственным за тех людей, которые его окружают. для получения того, скажем, того результата, который он с определенными целями живет. Это, имеется в виду, все-таки доходность населения, это продолжительность жизни, это в целом для республики те идеи, которые связаны определенными человеческими чувствами, это патриотизм, это самопожертвование, это сострадание. Вот это все совокупности наверняка приведут именно к тем результатам, к позитивным изменениям с точки зрения уровня жизни, с точки зрения разбития и так далее. Поэтому нам надо все-таки находить такие идеи, которые создавали условия именно уверенного развития конкретного человека. Игорь Фанасьевич, спасибо вам за ответы на вопросы жителей республики, за участие в проекте «Главный вопрос». До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова